Всем привет! С вами школа Лакмус и я Елена. Если вы решили начать заниматься рисунком профессионально или не очень, сегодня я вам покажу и расскажу минимальный набор начинающего художника. У меня здесь специальный списочек. Итак, первый совет начинающему художнику всегда-всегда, когда вы ходите в магазины, носите с собой список того, что вы планируете купить. Иначе есть шанс спустить все деньги, что у вас есть. Какая линеечка! Может, это? А оно на списке? Вот. Давай не берем. Первый и самый важный материал в рисунке – это карандаш. Карандашей великое множество. Вы можете использовать обычные деревянные. Я пользуюсь танковыми и автоматическими. Давайте я вам расскажу, в чем между ними разница. Различие между автоматическими и цанговыми карандашами – то, что у цангового держатель стержня металлический в виде лапок. Когда вы постоянно рисуете и используете обычные деревянные карандаши, очень часто приходится их наточивать. Именно поэтому я использую автоматические и цанговые, просто потому что их не нужно точить. Вот два карандаша, которые я использую в работе. Один цанговый, толщина 2,5 мм, и он стоит 444 рубля. И один автоматический, толщина 0,7 мм, и он стоит 55 рублей. Также обязательно купите стержни к карандашам. Стоимость стержни для цангового карандаша – 444 рубля. И стоимость для автоматического карандаша варьируется 100 рублей, 60 рублей, в зависимости от желания. Когда вы только начинаете работать, берите карандаш твердо-мягкий или твердый. Для набросков в полях я советую брать как можно более мягкий карандаш – 6Б или 4Б. Значит, стоимость карандашей 4, 26 рублей, 15 рублей, 81 рубль и 50 рублей. Я бы взяла вот этот. Также для набросков можно взять угольный карандаш. С ним получаются очень выразительные рисунки. Угольных карандашей очень много, их стоимость варьируется от 50 рублей до 200. Мне нравится карандаш Derwent, стоимость его 126 рублей. Положим его на место. А теперь дело с застирательными резинками. Мне нравится одна помягче, другая более твердая. Значит, помягче. Милан. Она стоит 75 рублей. И потверже, вот такая черная, красивая. Она стоит 300 рублей. Если вы покупаете и пользуетесь угольным карандашом, то и резинка для него должна быть особенная. Я бы выбрала одну очень классную резинку, которая стирает уголь. Вот такая, с рыбками. Она стоит буквально 20 рублей, но очень здорово работает. Вот мой топ-3 стирательных резинок. Если вы все-таки используете деревянные карандаши, то вам, естественно, нужно их натачивать. Вот. Целый набор ножиков. Я советую брать потолще, потому что его удобнее держать в руке, нежели вот такой тоненький. Он стоит 520 рублей. Я не советую брать вот такие тяжелые планшеты, потому что очень быстро устает рука. Можно взять попроще, пластиковый, его просто здесь нет. Вот прикольный блокнот, но он очень мягонький. То есть не очень удобно будет делать набросочки. И вот блокнотик с твердой стороной одной. 890 рублей, 80 листов. Вот вместо планшета можно просто пользоваться блокнотами с одной твердой стороны. Если у вас ЕВИ, то вот очень классный блокнот для зарисовок. Он с тонированной бумагой. Вообще супер. Когда вы работаете в студии, я советую брать... Так просто все, как из него падает. Я советую брать вот папки, бумагу для черчения. Это формат А3. Вот у нас есть формат А2. Самый лучший вариант для студии. Механический карандаш стоит 1200 рублей. Здесь, значит, чуть-чуть подешевле 600 рублей. Ну, как бы художнику довольно легко сделать подарок. Вот набор классных, очень крутых угольных карандашей. На сайте школы указан адрес, Елена сделала намек. Стоимость полного набора составила 2379 рублей. Ну, разумеется, вы можете брать не весь набор. Вы можете взять один карандаш, один ластик и, допустим, один блокнот. Естественно, цена будет совсем другая. На сегодня у меня все. Всем пока. Да, я забыла, да? Лучше что? Экшн. Да? Большой или нет? Нет, наверное. Ну, просто ты посчитай, сколько это? 44? Я сейчас смогла. Не, ну, просто в конце нужно будет общую сумму. Да, у тебя нет, я смогу тебе. Алена, не спешите просто где-то там. Ну, сколько это будет стоить? А, ну, сколько это будет. Потом в конце нужна будет стоимость общая. Ох... Так, первый совет начинающим художникам. Куда вы здесь? Да. Да, да. Тихо, тихо, тихо. Вот сейчас поехали. КОНЕЦКИННОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИНОБИ Продолжение следует...